Я эффективно оцениваю митинг и шествие, которое провела ЛДПР, которое прошло широким шествием по центру Москвы с огромным количеством сторонников и без всяких экстремистских лозунгов. То, что было проведено так называемой несистемной оппозиции, к сожалению, я не могу оценить высоко, несмотря на большое количество людей. Я понимаю, протестное настроение при ухудшении экономической ситуации будут расти. К сожалению, за что борются лидеры несистемной оппозиции, никому не понятно. Все понимают против чего, но не понимают, что не получат взамен. К сожалению, мы уже это проходили, и весь процесс 90-х годов он как раз и был основан против коммунизма, но не без предложений, что взамен. И вот разберемся по ходу. Привело к тому, что у нас резко выросла коррупция, резко выросла преступность. И, собственно говоря, страну разорвали на куски. И последствия, которые были именно в 90-е, когда победили те, которые против, а не за то, чтобы что-то сделать, к сожалению, ухудшило жизнь наших граждан. Поэтому я думаю, что несистемной оппозиции надо подумать все-таки о том, что они собираются предложить взамен, а не то, против чего они выступают. Как только они с этим определятся, тогда у них будет реальное политическое будущее.